друзья всем привет сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам хорошие новости у меня в хозяйстве у канарей большое пополнение появились новые самки новые самцы сейчас подробно все расскажу покажу и также покажу вам чем я кормлю а именно как я готовлю специальный корм для канареек период подготовки к разведению и так обо всем по порядку перед тем как начать обзор прошу вас всех подписаться на мой канал яндекс дзен ссылка в описании да для тех кто смотрит на ю тубе кто смотрит на яндекс дзен друзья подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить будет много интересного про попугаев про канареек смотрим друзья вот есть такое ведерко можете использовать поменьше если у вас птицы поменьше вот хорошо видно здесь ассорти а именно овес пророщенный пшеница пророщенная проса семечки подсолнуха рапс канареечное семя еще поначалу лен проращил но лен очень неудобно он прилипает лен я убрал в общем вот в этой замочке пророщенной лена нету здесь повторю сейчас проса рапс канареечное семя семена подсолнуха овес пшеница вот такая вот у меня замочка обратите степень обратите внимание на степень прорастания многие меня спрашивают сколько надо чтобы проросло вот видите семечка только-только наклюнулась вот пшеничка только-только наклюнулась то есть вот этот размер прорастания от росточка это самое полезное зерно то есть здесь сейчас есть в нем внутри так называемое молочко которая содержит витамина е в большом количестве хорошо усваивается птицей ну и птица в свою очередь дает предпочтение именно вот такому корму вот этот корм я рекомендую своим зрителям давать птицам в период подготовки разных к размножению затем в период выкармливания птенцов тоже это очень полезно птенцы на таком корме лучше растут и таким образом вы допустим даете в период подготовки к размножению и затем когда птенцы вы тоже кормите этим кормом и самка потом собирается на вторую кладку при этом она кушает этот корм и у нее вторая кладка тоже птенцы получаются здоровые крепкие и оплот будет хороший в общем вот такие вот проростки я даю как эти проростки делаются но эта тема отдельного видео если будет желание пишите пишите в комментариях чем больше будет желающих тем быстрее я сделаю видео как я проращиваю такое зерно в общем так зерном вы поняли идем смотреть новеньких самочек и и самцов друзья вот мои новые самцы здесь у нас получается 6 мальчишек и еще три пацана я отсадил отдельно в клетку но переживал вдруг будут драться и как бы говорят что самцы вместе же не живут но три посадил отдельно индивидуально в клеточку а вот сюда посадил 6 вот к нам один прилетел лимонник классный сюда посадил 6 значит дал корма воды в двух местах купалку поставил травы насыпал там мокрица дубанчика в разные места побросал ну я вам скажу все хорошо мальчишки не дерутся видимо места много вольер я им предоставил длина вольера метр восемьдесят высота метр восемьдесят ширина 50 сантиметров в таком вольере можно даже разводить стайна вот меня многие спрашивают а можно стайна разводить будут дровом видите задира какой вот он красавица лимончик даже это насыщенный желтый цвет очень красивый так по поводу разводить в вольере можно если у вас вольер большой самцов к примеру ну вот если тут 6 мне кажется там многовато сейчас девчонок если дать может будут драться но на такой вольер я бы оставил три-четыре самца и на три-четыре самца я бы подкинул сюда примерно 68 самок то есть с расчета на одного самца можно две самочки можно три самочки ну вот можете пробовать гнезда поставить там в разных местах или в одном месте тоже там по ходу дела сами разберетесь ну а мне нравится разводить индивидуально по парам вот пока мальчишки а почему я сюда посадил но нету места так значит немножко забежал наперед эта птица один мой хороший знакомый собирался заводить канареек я помогал ему формировать птицу консультировал там где что купить какую птицу выбрать в общем он набрал набрал себе поголовья вот этих вот пацанов девять штук и самочек сейчас я камеру понесем посмотрим покажу вам самочек тоже отдельно покажу там по моему 20 или 15 на 15 18 в общем пусть будет там 18 девчонок в общем такую вот стайку он сделал он собирался разводить но так случилось значит по работе возможности не было там у него пошли дополнительная работа нагрузка в общем как юра забирай канареек выручать будет продавать в общем он надумал продавать даже так не то что юра забирай а он надумал продавать ну и мне сказал говорит вот буду продавать но я говорю давай такое золото не продавай я заберу себе быстренько поехал выкупил у него всю эту птицу ну а пока сажать некуда сейчас вот я вам этого мальчишку покажу в общем такие красавцы сажать пока некуда пускай сидят здесь вместо много особо не дерутся все хорошо пойдемте девчонок посмотрим и пабам вот они девчонки но это не все это те кто сидит на вот на первой жердочке сейчас по подругу сейчас постепенно всех попытаюсь снять но девчонки конечно есть хорошие есть абы какие но не знаю в общем девчонки они тут все вроде как молодые никто еще не нес в паровке никто еще не был не знаю что с этого получится но вот допустим обратите внимание крайне правая сидит крайне правая она вроде как зелененькая но она какая-то хвостик у нее там то ли был вырван новый растет ну и сама она щупленькая вот допустим вторая смотрите хорошая крупно желтая самка а вот это вот крайне право мне не очень нравится ну посмотрим что с нее получится в крайнем случае можно будет потом мы выменить поменять разменять с кем-нибудь в общем такие вот девчонки он ухо чешет видели да сейчас что сказать по поводу девчонок когда их привез а сидят они у меня здесь кстати второй нет четвертый день уже здесь они прибывают и сразу же после дороги когда я их высадил в клеточки в которой я их перевозил было яичко то есть кто-то из них снес снес яйцо но яйцо было маленькое такое как чуть ну неправильной формы какой-то мелкая непонятная в общем кто-то не выдержал сезон размножения уже скоро в общем я тут конкретно вот кстати это без хвости головить какая-то она как если кто смотрел мультик про стаквашина вот там вороненок такой бегал кто там все время кричал похоже это канарейка на этого вороненка ну думаю может быть с нее получится хорошая самка посмотрим хотя на племя таких вроде бы не берут но я всех забрал и теперь будем нянчиться что из этого выйдет посмотрим вот там вверху видите на жердочки еще есть самочки вон они сидят так вот еще в углу улетели значит у самок вольер поменьше ширина длина высота все то же самое как у самцов но вот там в конце у них туннель 30 сантиметров тут просто стоит опора стену держит сейчас покажу вам подробно вот виде идет стена длинная и чтобы стена не ломалась не про не гуляла в общем чтоб стена ставится такие опоры и вот опора съела немножко вольера сейчас самок посмотрим лучше ну девчонкам здесь в принципе вообще шикарно и даже несмотря на то что там у них 30 сантиметров там буквально два блока это примерно сантиметров 60-70 30 сантиметров а метр тридцать метр 20 у них получается длина вольера 50 сантиметров ширины в общем друзья вот такие вот у меня новости по поводу кормления я вам показал я все мечтал чтобы у меня вот так совпало чтобы зерно было и время было видео снять но всегда все некогда все некогда вот сегодня получилось в общем вот такие девчонки самцов посмотрели чем кормил чем кормлю тоже вас показал кстати а вот здесь мои сидят слева он первая уже уснула солнышко садится и вот так они бах 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 засыпают но вот я заметил что ты та вот которая первая сейчас у меня слева она почему-то всегда рано спать ложится вот так хоп надуется в комочек и спит а утром потом снова бодрячком бегает в общем вот у меня вызывает это подозрение честно сказать потому что из сколько у меня их тут штук десять примерно моих самок вот одна вот так себя ведет то есть вот это надувание это не есть хорошо если кто-то на племя оставляет у таких самок которые надуваются лучше в племя племенных работах не использовать то есть ну мало ли что может быть потомство слабое там неизвестно в общем если есть выбор лучше хороших самок пускать на развод на племя а таких просто можно содержать там не закормить можно выпустить но если выпустить конечно она погибнет сразу так что пусть живет сил набирается так как говорится сейчас я вам покажу еще такой самец видите хвост у него конечно еще не совсем вырос но я думаю вырастет клетку я ему дал нормальную просторную тоже контраст видите какой он зеленый сейчас уже у нас закат и вот он такой в закате чуп у него какой-то сзади затылок не причёсанный а это он поднимает перья на затылке видите в зеруши вообще темпераментно я когда пересаживал он кусался чирикал кончик клювика у него черненький я надеюсь него получится хороший самец и песня в принципе здесь уже у многих самцов мне очень нравится песня такая хорошая чем-то напоминает овсяночный напев но не тот овсяночный напев который вот на конкурсе а скорее всего лесной я бы скорее рассказал это лесной напев ну со временем не удастся я надеюсь записать как они поют вместе потом с вами зрители мои уважаемые послушаем напишем кто что думает кому как пришлось на на ухо на ухо эта песня кому то нравится может на слух кто воспринимает хорошо кому плохо вот такой самец еще есть интересный но мне он принципе интересен не нравятся такие контрастные пестрые канаринки друзья на этом мое видео подходит концу подписываемся на канал обязательно ставим лайки своими лайками вы помогаете каналу развиваться то есть чем больше канал будет развиваться тем больше он пользы принесет людям и начинающим канароводам да и с прожженным оксакалом канароводство так можно сказать все друзья всем пока всем всего доброго до скорой встречи положения следует